Здравствуйте, дорогие друзья! Вы помните легендарный фильм про Гарри Поттера? Там была распределяющая шляпа, которая за тебя решала, куда, на какой факультет пойти учиться. Хорошо это или плохо, когда за тебя решают, куда пойти. А если не решают, то как самому определить, куда тебе нужно, куда тебя тянет. Вот об этом, о том, как и куда пойти учиться, как это решать, как вообще с этой проблемой разбираться, мы будем разбираться со специалистом. У нас сегодня в гостях Жанна Карасева, психолог, профориентолог, бизнес-тренер. Здравствуйте, Жанна! Здравствуйте, Наталья! У нас наступает очень горячее время, заканчиваются, будут скоро заканчиваться ЕГЭ и будет вот этот вот час пик, да, точка отсчета, когда нужно будет принимать окончательное решение, куда же все-таки поступать ребенку. В основном мы говорим пока о родителях, да. Вы, я знаю, занимаетесь вот профориентационной деятельностью уже более почти 10 лет и, как говорят, собаку на этом съели, да. Вот расскажите, пожалуйста, важные аспекты, которые нужно ни в коем случае не упустить, не упустить, обратить внимание, может быть, ракурс поменять, да, вот когда речь идет о вот этой вот невероятной проблеме, связанной с профориентацией. Ну, я расцениваю профориентацию как игру, можно представить, как игру. И в любой игре есть и победы, есть и поражения. И очень часто родители предъявляют очень высокие требования для детей, то есть ты не можешь проиграть в этой игре, ты обязан выбрать профессию одну и на всю жизнь. Для ребенка чаще всего это такая неисполнимая задача. И вот для того, чтобы понять, как вообще подходить к выбору профессии, я и занимаюсь работой и с родителями, и с детьми, и занимаюсь вот этой просветительской деятельностью для того, чтобы, ну как, рассказать о том, что есть определенный алгоритм вообще выбора профессии. И если даже вот в рамках этого алгоритма вы будете действовать, то риск попасть не туда, он значительно снижается. Чаще всего как происходит выбор профессии? Сдал ребенок ЕГЭ, учителя тут подбадривают, вот у тебя идет, хорошо, мой предмет, давай поступай туда. С другой стороны родители продавливают свою точку зрения. Тут есть еще друзья, которые свой фон создают. И чаще всего принятие решения о выборе профессии происходит так, что ну вот у меня хорошо математика, я иду вот в тот вуз, где основной предмет, например, математика, да, дальше смотрю, какие профессии там есть выбираю. И вот, к сожалению, в самую последнюю очередь выбираю, обращают внимание на себя. А кто я? Какие у меня есть способности? Какие у меня есть интересы? Какие у меня психологические мои особенности личности? Вот это такие три составляющих, которые обязательно нужно учитывать. И вот если идти по этому алгоритму от ЕГЭ к себе, вот риск попасть не туда очень высокий. Поэтому я за то, чтобы идти от себя. И я в своей работе предпочитаю как раз вот действовать от личности ребенка, от познания им, от раскрытия, что ли, вот своих сильных сторон, своих способностей, области своих интересов. Как понять, что интересно мне? Ну, кто-то, например, знает, да, кто-то очень часто, так скажем, высказывает не свои идеи. Ну, например, вот у меня очень много вообще примеров из практики, поэтому я периодически буду для понимания, чтобы это было не голословно, чтобы было это понятно, как это происходит. Заражение, например, другими идеями. Вот был у меня на профориентации парень. Десятый класс. Записала мама с тревогой, что хочет быть программистом, но у нас дома даже нет компьютера. Ну, то есть странно происходит. Она говорит, даже никогда и не просил. В процессе работы, оказывается, есть друг, одноклассник, который съездил в Бауманку на летние курсы и вот так заразил половину класса своими рассказами, что большинство захотели стать программистами. Вот, получается, взял не свою идею, взял не свою мечту. Есть же мнение о том, что каждый может понять, в чем его истинное предназначение, если он вспомнит, что ему было интересно делать в 5-6-летнем возрасте. Ну, если есть такие вспомнения. Ну, или самые ранние, допустим, там 8 лет. И вроде бы, как говорят специалисты-психологи, что вот так можно найти свое истинное призвание. У меня есть в арсенале тест, называется тест миллионера. Вот, например, я задаю вам вопрос, Наталья. Чем бы вы занимались, если у вас был бы вагон денег? Вам не надо было бы их зарабатывать. То есть на три поколения вперед деньги есть. Чем бы вы тогда занимались? Ой, творчеством однозначно. Вот этот тест очень хорошо подсвечивает как раз ту истинную область интересов, которая у человека есть. Ну, творчество, понятие такое, оно очень объемное. Я бы что-то делала руками. Рисовала, может быть, вышивала, может быть, мебель. Нет, скорее всего, я бы даже мебелью занялась. Вот критически настроенные люди такие, знаете, скептики, сказали бы... Часто так бывает, что, ну, на этом деньги, если дальше идти в профориентацию, да, отталкиваясь от этого, область интересов выявили, да, творчество большой такой пласт. Денег не заработать на творчестве. Это такая расхожая мысль. Я считаю, что можно монетизировать любое творчество. Просто это большая работа, которой нужно заниматься, в которую нужно вкладываться. Есть тоже определенные алгоритмы и современные алгоритмы сейчас, вот, современной деятельности. И вот об этом, вот этот пласт, он неизвестен. Если неизвестен, значит, мы его исключаем. Поэтому в основном преобладают в выборе профессии это стереотипы. Ну, например, в педагогике денег нет, в медицине, например, там денег нет, в психологии денег нет, туда не пойдем. 95, наверное, процентов, 95 процентов родителей заточено на то, чтобы была денежная профессия у их отпрыска. А вот вы же, как я уже сказала, вы же и психолог, да? Получается, что, правильно я понимаю, что в этой ситуации родители в какой-то степени свои страхи реализуют, ну, просто за то, чтобы себя успокоить, что у них ребенок пристроен, что это никаким образом не про ребенка, а про них самих. Вот чаще бывает как? Так, если родитель сам не реализован, вот не самоопределился, если можно так сказать, в профессии, да, работает там, где ему не нравится. Ну, есть же там различные такие оправдания, что, например, там стабильность у меня в этой работе, там денег мало, но стабильность. Либо, например, работа рядом с домом, мне это подходит. Либо, например, вот мне здесь спокойность, меня много не требует, здесь нет ответственности никакой. И да, и вот родители транслируют свое. Если вот, опять же, возвращаясь к практике, если человек, вот родители, реализован в своей деятельности, то он легко принимает вот ту мысль, что пусть ребенок идет свой путь. Потому что любая профориентация, любое самоопределение в профессии – это путь из побед и ошибок. И нельзя исключать ошибок, потому что это опыт. И я вот, например, очень люблю ошибки. И за то, что радуетесь своим ошибкам, но вы просто их анализируете. Почему в этот раз не получилось? Остановились, разбор полетов, и дальше уже идем, не наступая на те же грабли. Но если наступили, значит, еще не до конца поняли, что делаете не так. Вот и все. Поэтому ошибки – это классно, ошибки – это опыт. Ошибки, они, именно они дают нам развитие. Ребенку трудно определиться в таком огромном сейчас и быстро меняющемся мире. Поэтому, на мой взгляд, задача родителей – во-первых, поддержать. То есть мы рядом. Но это твой выбор, твоя ответственность. Когда родители, так скажем, навязывают свою идею, продавливают какую-то свою идею, здесь тоже нужно понимать, что они берут на себя ответственность. Они не дают ответственность взять своему ребенку за его выбор. И ребенок несет не свою ношу, например, если ему не нравится. И если еще, например, сдабривается какими-то манипуляциями, ну, типа, мы платим за твою учебу, да, вот ты нам, ты обязан, ты обязан закончить. Или это вот конкретный случай из практики, когда мама говорит, мне все равно, какой диплом он получит, главное, пусть он принесет мне диплом о высшем образовании. Вот я и апеллирую как вопросом, ну, а вот время, которое человек вот здесь потратит, и преодолевая себя, как вам? Может быть, это все же уже как-то больше похоже на насилие. Вот я лучше знаю, как ему надо. Но, опять же, когда мы заявляем, что я лучше знаю, как ему надо, мы исходим из своей картины мира, из своих ошибок, из своего опыта. И мы не можем точно знать, как ему надо. И мы не можем, конечно, мы не можем точно знать. И вот на этом этапе, мне кажется, происходит такой, ну, самообман, что ли. Ну, как завышенные требования к ребенку, завышенные ожидания. И если потом эти ожидания не оправдываются, ну, появляются обиды там на ребенка, да, появляется, ну, разочарование в своем ребенке, что вот, что ты не такой, ты вот такой вот неудачник, так скажем. Там еще и обратная сторона этой медали есть, да, когда вы рассказывали из вашей практики, что это может очень драматически развиваться событие, если ребенку не дают идти туда, куда он хочет пойти. Ну, это вообще может привести и к суициду. И вот в моей практике, к сожалению, такие случаи, ну, как, случаи суицида не было, но вот как раз дети, которые уже на грани, вот ко мне попадали. И это очень, конечно, больно за такими детьми наблюдать и с ними разговаривать, потому что они действительно находятся между молотом и наковальней. Когда приходит ребенок и говорит, что вот папа сказал, что если ты не будешь учиться на адвоката, а папа известный адвокат, и он знает, что эта профессия, она приносит деньги ему. Он не учитывает вот этот момент, что ребенку нужно пройти вот этот путь тогда, который прошел отец, ну, и как минимум нужно быть таким, как папа, да, такой же личностью. Но это априори, ну, утопично, потому что дети наши, они другие. Это другой человек. И вот когда папа ставит перед выбором, либо ты учишься на адвоката, либо я тебя лишаю всего. Квартиры лишаю, помощи лишаю, поддержки лишаю, там, последнего айфона тебя лишаю. И вот такой ребенок, который еще в этом плане очень неустойчив и еще зависим, да, от родителей, он действительно стоит перед сложным выбором. Либо отказаться от всего, что сказал папа, и выбрать свободу принятия решений, либо все-таки остаться при всех вот этих вот прелестях, но тогда идти уже... Какому-то смысле предать себя. Предать себя, да. И вот смотреть на таких детей, вот лично, мне очень больно. Ну, и я так понимаю, что, да, в этой ситуации больше надо даже с родителями работать. К чему я и пришла в свои деятельности сейчас, что, вот, на мой взгляд, нужна такая большая, во-первых, просветительская работа с родителями, разъяснение, что вот, ну, даже элементарно, на элементарном уровне, да, как стать профориентологом для своего ребенка. Вот начальные шаги. И если, например, спуститься, вот, с небес, да, высоких профессий на землю, к жизни земной, даже учитывая то, что сейчас у нас нет такой стройной профориентационной системы в школах, ну, нет ее, только-только начали готовить специалистов, профориентологов. И эта тема сейчас, она, вот, кто во что гораст, кто что может, да, придумать, тот и делает. То, вот, если спуститься с небес на землю, то, в принципе, профессии вокруг нас. И, начиная со школы, там работает очень много людей с разными профессиями. И, ну, например, учитель может рассказать, как вообще выстроить урок, да, как построить план урока, вообще, каким образом, ну, вот, показать эту профессию. Дети ее видят с одной стороны, но попробовать со стороны учителя, да, вообще, что это такое. Дальше мы идем за двери класса, там много разных других профессий. Это и администраторы, это и повара, и рабочие, психологи, да, медицинские работники. А если выйти за рамки школы, ну, плюс, если взять еще родителей, то это тоже носители какой-то профессии, которые могут поделиться. Ну, вот, в такое непонятное время, мне кажется, можно даже, если мы будем пользоваться вот этими ресурсами, это уже будет помощь. Ну, и, конечно, очень здорово, когда ребенок проходит так называемые профессиональные пробы, когда есть возможность посмотреть на профессию изнутри. Потому что о профессии чаще всего мы видим только верхушку, да, такие вот сливки. Момент зарабатывания денег. Момент зарабатывания денег, ну, вот такую верхушку айсберга. А чаще всего профессия, она состоит из рутины. Любая профессия состоит из рутины. И, ну, например, вот профессия ветеринар. Очень много детей любят животных, и очень многие хотят быть ветеринаром, там, дрессировщиком в цирке и так далее, да. И вот когда я задаю вопрос, ну, вот смотри, ветеринария, да, помощь животным, но и там есть такой момент усыпления животных. Ну, есть он. Операции, хирургии. Ты готов? Ну, хирургия – это все-таки пролечение, а усыпление животных – это лишение их жизни. Ты готов? И вот именно вот этот вопрос, он очень многих заставляет задуматься. А, правда, готов вообще, вот я и на это тоже. Вот. Опять-таки, если ребенку интересно только вот эта поглаживающая сторона общения с животными, да, если уж мы говорим про животных, то здесь можно найти другую профессию, когда люди профессионально занимаются уходом. Это, как их называют люди, которые вот стригут собак. Грумеры. Грумеры. Дрессируют собак. Дрессируют собак, выгуливают собак и так далее. Это тоже кинологи, да, это тоже достаточно серьезная профессия, которая требует очень серьезных базовых знаний и мастерства. Кстати говоря, хорошие кинологи на вес золота сейчас буквально. Мало того, я хочу сказать, что вот повторится, что деньги есть в любой профессии, но деньги появляются тогда, когда ты достигаешь определенного уровня экспертности. И поэтому, а для того, чтобы становление в профессии прошло, то это, ну, как минимум три года. Как минимум три года усиленной работы. Рутинной, усиленной. Работы над собой, работы, развитие себя как специалиста. И если говорить вообще вот о построении карьеры, то ее можно разделить, вот этот путь разделить на три таких больших фазы. И вот первая фаза, это, ну, вот где-то от 18 до 32 лет. Она так и называется. Фаза исследования своего потенциала. И вот таким образом я хочу снять тревогу родителей, что вот именно в этом возрасте, если ваш ребенок попробует как можно больше себя в каких-то разных ипостасях, тем выше шансы у него определиться и понять, в чем он готов развиваться. Потому что не все будут банкирами, не все будут директорами. Кто-то может зарабатывать большие деньги на узкой специализации. И узкие специалисты, они реально все на вес золота. А вот следующая фаза уже после 32 лет, там уже фаза такого профессионального становления. Когда вот да, ты понимаешь, я нашел себя, я хочу в этом развиваться, я хочу инвестировать в себя деньги для того, чтобы развиваться здесь как специалист. Либо, например, я хочу выстраивать карьеру управленческую, да, и вот мой путь. То есть вот сразу ребенку после школы, либо в школе там в 14 лет, но это просто невыполнимая задача для него. Вот просчитать весь этот путь. И вы правильно акцентировали внимание на вот этот страх ошибиться, да. Тем более в наше время, вот в наше время сегодня, вот это динамическое, появляется бешеное количество специальностей родственных, но все-таки других, да, и по которым человек может, в принципе, переходить из одной в другую. И вот снятие вот этого страха, консервативного в каком-то смысле. Гибкость. Это называется гибкость. То есть вот как раз развитие вот этой гибкости. Исхак Адзизис, это такой управленческий гений, который учит по всему миру и читает лекции, семинары для управленцев, анализируя компании, говорит о том, что вот почему чаще выживают маленькие компании, в отличие от таких больших мастодонтов. Ну, у крупных компаний есть свои столпы, на которых они держатся. Это такая вот бюрократическая система, да, кадровая система выработанная. Но у них отсутствует один момент. Это гибкость. Вот маленькие компании, они более быстро меняют. Реагируют. Реагируют на любые изменения в окружающем мире. Да, то есть они быстрее приспосабливаются к новым условиям. Пока еще этот мастодонт повернется без градусов. Да, крупные компании это сделать намного сложнее. То же самое можем перенести на себя. Если вы не гибкий, если вы не умеете переключаться, а сейчас мир такой, он быстро меняется, и сейчас в цене, так называемой, кросс-функциональной личности. Человек, который умеет выстроить коммуникацию эффективную, да, быстро, который может заменить, например, и владеет какими-то другими компетенциями на своем рабочем месте. Ну, например, взаимозаменяемость. Вот, как бы я сказала одним словом, чтобы долго не говорить на это дело. Да-да-да, такой термин. А взаимозаменяемость, когда уходит один человек, например, в отпуск, или, например, просто увольняется, то не останавливается этот процесс, потому что его может подхватить другой. То есть включенность, вот такая командная работа, проектная работа. Ну и проектная работа, она сейчас вообще, проектная организация труда, она набирает свои обороты, потому что это более такая гибкая структура, опять же. Ваше замечание про гибкость, психологическую гибкость, неминуемо относит нас к тому, что для того, чтобы человек стал гибким, он должен все-таки заниматься собой, да, развивать свой, не только когнитивные свои способности, а еще и эмоциональную сферу. Для того, чтобы вот эти коммуникации уметь выстраивать качественно, без ущерба собственной личности, да, качественно выстраивать. Мы же знаем уже, что коммуникации можно выстроить в ущерб себе. И тогда это дорога в никуда. А если ты изучаешь себя, развиваешь свой эмоциональный интеллект, то там построение хорошей коммуникации, правильной, то больше шансов, да? Ну, один из самых заказываемых тренингов сейчас, вот в современной реальности, это, да, как раз эмоциональный интеллект, потому что это важно. Это в какой-то степени даже важнее, чем классический интеллект. Почему? Потому что человек, который умеет управлять своими эмоциями и распознавать их, и человек, который умеет считывать и распознавать эмоции другого человека и управлять ими, он более ценный, и он более, вот опять же, более гибкий в принятии решений каких-то там, например. Вот смотрите, вот если мы отбросим в сторону идеальную семью, ну, вот с нашей точки зрения, где ребенку было нормальное количество внимания, где прислушивались к его интересам, к его потребностям, к его желаниям, и он к окончанию школы подошел с уже спокойным пониманием, что вот сейчас, не навсегда, но вот на этом этапе, он хочет стать тем-то, и его туда спокойно отпускают. Вот идеальная ситуация. Берем неидеальную ситуацию, когда родители, мама говорит об одном, папа говорит о другом, в итоге выходит к ковечению школы с тем, что сюда ты не поступишь, у тебя знаний нет, туда ты не поступишь, у нас денег нет, и ребенок идет поступать по остаточному принципу, но, как вы сказали, все-таки идет в вуз. Вот эта ситуация, когда ребенку на протяжении многих лет, вот он как бы жил вот в этой вот искажающей ситуации, и он выходит к ковечению школы с ощущением, ему все равно, а мне все равно, или другая крайность, а я вообще не собираюсь работать, поэтому и не собираюсь, мне все равно где учиться, я все равно работать не буду. Ну, у девочек очень часто сейчас такая позиция. Мне замуж выйти, ребенка родить, муж пусть работает. Вот с этим вот, как бы немножко, как будто фрустрирующим состоянием к школе, это насколько вот вы с этим сталкиваетесь? Ну, я с этим сталкиваюсь регулярно, и я за то, чтобы с детьми разговаривать, причем разговаривать не с позиции директивы, да, вот будет так, а не иначе, я умный, ты дурак, ну, родитель, да, ребенок. Родители очень часто склонны себя идеализировать. И вот когда разговариваешь с родителями, то с их слов у них вообще, ну, не было в жизни ошибок, они все делали правильно, они слушались своих родителей. И вот эту иллюзию, эту свою галлюцинацию, они хотят... В головы детей вкладывают. Да, вкладывают в головы своих детей. А дети, подростки особенно, они очень четко считывают ложь. Вот это прям, это точно. И в круг доверия подростка можно войти только искренностью. И поэтому я говорю родителям, вы рассказывайте, какие вы есть. Ну, понятно, что там не со всеми подробностями, но про ваши ошибки, про ваши какие-то изыскания им тоже интересно слушать. Не то, что вы идеальны. Чаще дети говорят, что, ну, я никогда не буду таким, как мои родители. У мамы корона на голове, потому что, да, или у папы. Поэтому, а смысл стараться, это первый момент. Второй момент, родители очень часто обрезают крылья детям. Обрезают чем? Обесцениванием. Приходит, например, человек, я хочу быть мальчиком, например, я хочу быть пилотом. Ну, достаточно сказать, ты на себя посмотри, какой ты там пилот, да. Все, крылья обрезали, разочарование. И вот начинается, да, вот эта фрустрация, что типа я никто. Ну да, я не буду. Следующий момент. Следующий момент про ответственность. Вот если решают родители, я уже об этом говорила, да, то ответственность на них. Но если вы хотите, чтобы вот ребенок принял решение, вот почему я говорю, что с детьми нужно разговаривать, для того, чтобы понять вообще, а как ты живешь. Вот как раз про потребности, да. И что вначале закрываем мы необходимые витальные жизненные потребности. Откуда берутся деньги? На еду. Вот у меня сын, когда начал жить отдельно, он говорит, оказывается, порошок тоже надо покупать стиральный. Ну да, он не прилагается в комплекте с квартирой. И вот этого знания у детей нет пока, потому что они на содержании. И чем раньше родители начнут включать их вот в этот процесс, ну как совместного ведения хозяйства, да, ну по крайней мере обозначать, откуда берутся деньги, да, на что они тратятся деньги. Уже взрослые границы выстраиваются. Да, что ты, когда пойдешь жить один, то ты, конечно, можешь не работать, тогда вопрос, а что ты будешь есть, на что ты будешь покупать. Если ты рассчитываешь на помощь родителей, ну как многие дети же, они еще пока по-детски мыслят, что ну вот папа, мама сейчас откуда-то берут, значит, дальше это будет в моей жизни. Здесь вот очень такая сложная грань, знаете, вот между родительским сердцем, когда хочется помочь и обеспечить вот, то есть ребенок, он остается до старости ребенком. И разумом, да, и разумом, чтобы не оказать медвежью услугу, когда ты делегируешь ребенку его ответственность. Что вот да, мы тебе сейчас даем возможность выбора, да, но ты понимаешь, что это твоя ответственность. Здесь очень трудно соблюсти вот эти вот рамки, так скажем, своего слова многим родителям. Хотя вот порой это сделать нужно, чтобы понимание у ребенка пришло. Я про то, что вот про финансовую поддержку. Можно, конечно, давать деньги бесконечно, но тогда рядом с вами будет всегда ребенок, который только говорит «дай». А можно выстроить эту систему именно, так скажем, желания зарабатывать деньги. Ну, то есть такое, если можно сказать, ущемление хотелок, ограничение хотелок. Да, да, и тогда рядом с вами не окажется ребенок сорокалетнего возраста, который до сих пор до сорока лет не определился. Ну, хотя такое тоже возможно, если, ну, ситуации разные бывают, это может и не относиться к разной профессии на протяжении многих лет, может и не относиться к тому, что там человек сам себя не нашел, например. Ну, да, я просто понимаю, что там, например, родители могут какие-то закидать меня камнями в этом плане. Ну, вот я как раз за то, чтобы давать детям самостоятельность. Если есть возможность у ребенка, все-таки родители скажут, давай выбирай, чем ты будешь заниматься. Вот на что ему правильнее опираться в своем выборе ребенку? Ну, вот как я уже и сказала, опираться в первую очередь на себя. Мне очень нравится это понятие икигай, я очень часто о нем рассказываю, его можно представить в виде таких, знаете, вот 4В, как я говорю. Это востребованность, насколько ты будешь востребован на рынке труда, это возможности, это твои способности, да, это включенность, это проинтересы, ну, и это вознаграждение, это как раз вот деньги. То есть, какими базовыми, ну, какими способностями, каким, скажем так, карьерным капиталом я обладаю, да, что у меня есть, какие у меня есть специальные способности, что я делаю лучше других и быстрее других. Или уже имеющиеся навыки, музыкальные. Да, либо уже какие-то имеющиеся навыки, любые, потому что есть, например, ребята, которые занимаются и увлекаются радиоэлектроникой, есть ребята-технари, которые собирают там уже автомобили. Дальше это обязательно область интересов. Почему я делаю акценты на интерес в том числе? Потому что это такая жизненная электростанция, которая дает нам мотивацию действия. Если этого нет, очень трудно человеку включиться в какую-то деятельность. Вот когда нам интересно, мы делаем вообще вне рамках времени. Нам не важно, выходной это или не выходной, сверхурочно мы работаем или нет, да. То есть вот это такая подогревающая, подогревающий момент, который важен. Поэтому я и говорю, что очень важно найти вот эти вот у себя ключи. Дальше востребованность на рынке труда. Рынок профессии стоит, ну как, изучать. Особенно, когда стоит вопрос профориентации, то стоит знакомиться. В интернете очень много сейчас информации, очень много разных интересных сайтов, которые описывают различные профессии, которые рассказывают о том, какие профессии будут востребованы в будущем. Ну, в общем, и так далее. Такая информационная среда сейчас на самом деле при желании можно найти любую информацию. Она есть, просто этим нужно заниматься. И вот тут уже ты понимаешь, подхожу я в эту профессию, есть ли у меня способности. Вот сейчас, вот в сфере последних, да, тенденций таких, IT-сфера на волне. Ну, не могут все люди быть программистами, там, IT-шниками и так далее. Ну, это невозможно. Ну, это я бы хотела стать IT-шником, но с моим гуманитарным складом ума там нечего делать. Да. И, собственно говоря, в этой сфере мне никаких денег не заработать. Я потрачу зря время. Ну, возможно, вы, возможно, разовьете свои способности. Но это просто займет более продолжительное время. То есть на что человек готов? Опять же, какая цель у него стоит и что он хочет сделать, да? Вот куда он хочет прийти? Просто для этого нужно, естественно, вложиться своими ресурсами и умственными, и физическими, и временем. Жанна, давайте для зрителей еще раз повторим вот эти вот четыре базовых правила для того, чтобы правильно понять, в каком направлении тебе нужно двигаться. Вот я успела записать востребованность. Это ваши способности. Да, ваши способности. Это область ваших интересов. Для того, чтобы быстро, ну, быстро вот так вот экспресс, хотя бы хоть как-то эту приоткрыть область, вот тест миллионера, о котором я рассказывала. Это востребованность на рынке труда, и это, конечно же, деньги, вознаграждение. То есть это важно. Нельзя составляющую денежную исключать, потому что, конечно, мы зарабатываем деньги, и нам интересно зарабатывать деньги, и нам интересно, когда наш труд приносит деньги. Просто очень часто вот наступает баланс, когда эти все четыре составляющих уравновешены. Но это, так скажем, такой идеальный вариант. Это идеальная картинка. Чаще происходит перекос в ту или иную сторону. На ту или иную ступени. Да. Если, например, уйти только в развитие способности, что вот я такой способный, но не учитывать интересы, не учитывать заработок, не учитывать востребованность, ну, тогда получается какая-то такая бессмысленность. Ну, есть и есть, да, но умею, умею, что дальше с этим делать. Если вот сейчас очень тоже модно область интересов, да, брать во главу угла только. Вот сейчас очень модные лозунги идут, что хобби – это такое счастье, хобби – это профессия. Я обычно всегда говорю, что когда хобби становится профессией, ну, работой, это уже не хобби, это уже работа, это большая работа. А работу можно монетизировать. Да. И нужно. Да. Если уйти только в востребованность, да, ну, то есть такие вот нужные профессии, то это такая, ну, так скажем, очень энергозатратная, что ли, позиция, потому что очень высокий риск, что тебя могут обвинить в профанации. Почему? Потому что нужно постоянно поддерживать высокий уровень профессионализма, вот если только фокус сместить на востребованность. И выгореть можно очень быстро. И выгореть можно, да. Если работать, например, только ради денег, но вот здесь выгорание наступает стопроцентное. Поэтому в выборе профессии очень важно идти от себя, от своей личности. Вот буквально еще пару слов. Хотела сказать про мотивацию и достижение. Вот есть мотивация достижения успеха, а есть мотивация избегания неудач. И это, ну, как темперамент нам дается, что ли, вот от рождения, да. И, ну, понимаем, что вот люди чаще всего с мотивацией достижения успеха, они умеют принимать решения, они не боятся ошибок, они такие новаторы, они смело идут. Ответственность не боятся на себя. Да, не боятся брать ответственность. Люди с мотивацией избегания неудач, здесь все наоборот, им сложно. Они очень боятся ошибиться. Но есть профессии, где будут цены, например, и те, и другие. Вот в каких профессиях, например, очень цены люди с мотивацией избегания неудач? Например, любые контролирующие профессии. Аудитор, редактура, ну и так далее, да, там какие-то контролирующие органы. Сейчас проверки, застревание на мелочах. Да, боясь своих ошибок, они идеально ищут ошибки других. И вот если, например, брать, если такого человека поставить на управленческую должность, ну нельзя сказать, что он не будет управленцем. Он будет управленцем, но просто энергозатрат у него будет намного больше. Вот из-за того, чтобы эту наращивать уверенность в себе, что да, вот я могу, я могу ошибаться, разрешить себе ошибаться. Ну а люди, которые умеют принимать решения, которые умеют брать ответственность на себя, из них, да, из них получаются хорошие руководители, например, хорошие новаторы в чем-то, вот креативщики и так далее. Ну это вот такой вот простой пример, чтобы понять, что и то, и то важно учитывать. И психологические особенности личности важно учитывать тоже при выборе профессии. Вот есть, например, человек, которому достаточно поставить задачу, а он уже сам решит, как ее выполнить. А есть люди, которым очень важен алгоритм выполнения. Это вот как раз, опять же, про избегание неудач, да. Вот такому человеку важно, чтобы ему прописали все его шаги. И он в рамках инструкции будет идеальным работником. Вот здесь вот главное научить, ну, понимать, что ли, как это считывать, да. Вот кто я, опять же, исследуя себя и честно признаваясь себе. Ну да, во мне вот это больше, мне так спокойнее, во мне это есть. Поэтому я смещаю фокус, например, вот на такие профессии. Да это даже с точки зрения, вот я так понимаю, когда вы работаете с детьми, это даже с точки зрения безопасности, самосохранения, экологичности к себе. Что я буду рваться куда-то туда, где я точно спалюсь, с крылья спалю, там, вот это, как птица, да. Либо я буду медленно, но верно подниматься, но своей дорогой. И вот это вот ваша фраза. И буду эффективнее. Да, о том, что нужно честно быть самим собой. Это вот прямо, знаете, просто фраза дня, наверное. Настолько она болезненна, настолько она необходима, и настолько вот эта вот честность, ну, это же тоже, в принципе, про эмоциональный интеллект. Это да, но вот ей учат нас, родители, этой честности, когда они честны с нами. И когда они допускают, что и они могут ошибаться, и родители могут ошибаться, и ошибались в свое время, и много ошибались. Дети, кстати, особенно подростки, очень любят слушать про вот эти факапы родительские, потому что им это дает такое чувство уверенности. Это первый момент. И второй момент. У родителей очень часто бывает такое заблуждение, что наши дети должны делать так, как мы. Вот это как раз путь к вымиранию. Наш мир вообще развивается вот как раз на этом конфликте отцов и детей. То, что наши дети делают по-другому, не так, как мы. Да, это вечный конфликт, но это движущий конфликт, он как раз вот развивает. И нужно позволять им это делать. Да, да, да. Ну, как принимать. Принимать, что да, они другие, время другое, и ситуации другие. И, может быть, мы вот из своей картины мира, из своего опыта, да, возможно, мы видим более правильное, более верное, не люблю слово правильное, более верное решение, да. Но он получит свой опыт и найдет другой способ решения той или иной ситуации. Почему я говорю, что вот для детей очень важно знать, что у них есть поддержка в виде родителей, что их не будут линчевать. Ну, родители имеют право и на свое мнение, детям я тоже говорю об этом. Родители имеют право высказать, ну, там, свое неудовольствие и так далее. Но если родитель говорит, что я рядом, и иди свой путь, да, но если ошибешься, ну, мы поддержим, да, детей это очень сильно, так скажем, расслабляет. Они разрешают себе, что да, не соответствует тем стандартам, тем рамкам, в которые их загнали родители. Потому что очень часто они же их ожидания стараются оправдать, честно стараются оправдать для того, чтобы сохранить отношения. Даже часто неосознанно стараются оправдать, чаще всего именно так. Если мы с вами вернемся к началу разговора, к тому моменту, где мы говорили о том, что сейчас не существует, ну, толковой системы, полноценной системы профориентации, да, такой вот, как была раньше. И мы с вами знаем, что, допустим, когда мы были в школьном возрасте, у нас было прекрасное УПК, где за два года нам давали прям конкретную специальность. Ну, мы овладевали, да, мы овладевали специальностью какой-то. То есть у нас было много специальностей, не мне вам это рассказывать, один раз в неделю мы целиком и полностью занимались этим. Целый день у нас был подсвящен, да. Кроме того, было еще летнее лагеря, где мы могли познакомиться с разными, опять-таки, с разными видами трудовой деятельности. Ну, как-то вот было ближе это, что ли, да? Вот вы, как профессионал в этой сфере, вот как бы сейчас выстроили эту систему профориентации? С какого возраста бы вы начали ее? Ну, меня очень часто спрашивают, с какого возраста начинать профориентацию. Вот для маленьких детей, да, вот это очень подходящая такая система, в разных городах по-разному называется, где можно прийти и просто попробовать себя. Для того, чтобы, ну, хотя бы, знаете-ка, выявить, да, интересы. Вот вообще есть два, в психологии есть два способа, это наблюдение и эксперимент. И вот до 14 лет я родителям предлагаю как раз и заниматься наблюдением и экспериментами. То есть наблюдайте за своим ребенком, дайте ему возможность, если у вас есть такие возможности, дайте возможность попробовать как можно больше. Ну, любит ребенок рисовать, да? Ну, попробуйте пойти дальше, например, в изобразительную студию и посмотрите, как дальше у него пойдут дела. Бывает такое, что дети говорят, ой, нет, вот сталкиваются с какими-то трудностями. Вот здесь нужно понять, трудность это, либо это действительно, ну, ребенку уже стало неинтересно, и он не будет этим заниматься. Примите это как эксперимент. Вот это сложный момент. Принять как эксперимент и пойти дальше. Поэтому вот маленьким детям для них просто исследование, исследование себя. Сейчас же дефицит внимания присутствует, потому что родители в гаджетах, родители в телефонах, смартфонах, родители подменяют собственное, ну, вот живое общение подменяют общением виртуальным. Вот это сейчас, ну, как проблема. С экспериментом прям фраза, давай попробуем, да, вот такая прям, а давай попробуем, а хочешь попробовать, там, на рыбалку сходить, трава поколоть, да, на завод с дедушкой сходить. Это на самом деле, это большое внимание ребенку. Вот если родитель готов, а многие родители готовы, но, знаете, здесь тоже не уйти, например, в другой перекос. Вот во всем нужен баланс. Я как-то была приглашена в жюри на детский конкурс моды, где участвовали ребятишки от 4 и до 16 лет, подростки. И пока ребенок идет по подиуму, демонстрирует там одежду, про него рассказывают, чем он занимается. И вот когда идет малышка, там, 4 года, и говорят, что она занимается и вокалом, и иностранным языком, и ходит в танцевальную студию, и там, поет. Еще в театре моды занимается. И еще театр моды, да, который довольно-таки такая большая нагрузка. И вот я сижу, и у меня на самом деле, ну, как такой шок, потому что детство у него когда вообще бывает? Потому что детям нужно время, чтобы просто, просто играть. Без каких-то задач, без развития каких-то там вот навыков. А для того, чтобы их мозг, так скажем, уложил ту полученную информацию, которую они уже взяли. Роль школы не давание какой-то специальности, с которой ты можешь выйти из школы и пойти работать на стройку, ну, как в моей ситуации, да, а именно возможность познакомиться с большим количеством профессий, чтобы понять, да, вот эту вот диагностику профориентационную провести, чтобы понять, куда ребенка ведет. И совершенно вы правильно говорите, да, сегодня это могут быть совершенно разные специальности. И не только связанные, там, допустим, с руками, правильно, да? То есть, когда в наше время... Конечно, ну, вот та же журналистика, да. Мы какую картинку видим, что вот журналист, он общается с известными людьми, это так классно, он в этих тусовках, там. Но есть же обратная сторона этой профессии. Для того, чтобы пригласить на интервью, журналисту, во-первых, нужно уговорить сначала, да, на интервью человека, плюс нужно составить план интервью, плюс нужно погрузиться в эту тему, ну, чтобы задавать интересные, да, вопросы, чтобы состоялся такой интересный и для зрителей разговор. Вот, а это большая работа. Это большая работа именно предварительная. Для того, чтобы выдать интересный результат. Я услышала вашу точку зрения, что вы бы вот УПК пересмотрели вот в таком поменьше, но побольше. Поменьше часов, но побольше специальности, чтобы можно было себя... Ну да, такой срез. Вот такой срез профессии, чтобы ребенок понял, ну, насколько мне это вообще интересно. Потому что, когда интересно, оно затягивает, и хочется погружаться дальше. А дальше уже идут другие, ну, например, виды, да. Если я хочу, то дальше я уже иду, например, в какой-то... На какие-то курсы, может быть. И я очень часто рекомендую родителям, вот, которые говорят, что... Или там ребятам, которые приходят, да, сомневающиеся. Вот не знаю, нужно мне это или не нужно. Ну, сходи на курсы. Три месяца, например, графический дизайн. Тебя научат. Базовым навыкам, базовые знания дадут. Ты посмотришь, насколько тебе это интересно. Как у тебя это будет получаться. Вообще, и тогда ты уже сможешь, ну, в первом приближении понять, твое, не твое. У нас просто сложившийся такой стереотип, что если ты после школы никуда не поступил, ты неудачник. И это прям вот идет такой красной линией через... Ну, практически у всех, да. Общественное мнение. Мне вот очень нравится в этом плане в западной системе образования наличие вот так называемого свободного года. Когда ты после окончания школы можешь поступить в учебное заведение, дальше профессиональное, а можешь и пойти поработать. Но твои документы будут там, и твое место за тобой будет сохранено. Это вот важная такая ремарка, потому что в нашей системе образования такого нет. Учитывая, что еще и срок ЕГЭ у нас небольшой. Вот. И этот свободный год, он как раз очень такой классный, тестовый. Он дает возможность протестировать свой потенциал. В волонтерстве. В спокойной обстановке. В свободной, да, обстановке, что вот да, я могу поступить, но я могу у себя поисследовать. И вот если в системе образования все-таки внедрят, и такой момент, и наше общественное мнение будут так медленно, но верно перестраивать в этом плане, что это нормально, когда человек, ну, идет и работает после школы. Хорошо. В заключении программы, буквально вот в трех словах, самые базовые вещи, на которые нужно обратить родителю внимание, которому не все равно, что будет с его ребенком, с его профессиональной реализацией. Ну, в двух словах, для родителей не обесценивайте своих детей. Если вот сейчас вы не видите, ну, например, готового результата вот в данной точке, да, это не факт, что этого не будет. Дайте ему возможность попробовать, попробовать, дайте возможность совершить ошибки, его ошибки, и вынести из этого, так скажем, выводы в копилочку своего опыта. Это более ценно, чем, ну, так скажем, увещевать и читать какие-то нотации, которые, ну, к сожалению, не имеют никакого, да, не работают. Ну, и очень важно понять себя, исследовать себя и отталкиваться в выборе профессии от себя, от личности. Кто я, что мне интересно, какие у меня способности есть, и где я могу эти способности, вот этот свой карьерный капитал реализовать. Хорошо, спасибо большое, Жанна. Спасибо вам, спасибо вам, что пригласили. Еще раз спасибо. И на этом мы заканчиваем передачу, я думаю, что в ней бы развучало очень много полезного для тех людей, у которых детки скоро или уже заканчивают, или в ближайшие годы закончат. И есть возможность обратить внимание и на себя, и на них, и быть к ним внимательным, добрым. Это тоже человек, это личность. Просто вот принять то, что наши дети, они другие. Да. Всего вам хорошего. У вас с вами была передача «Фокус на человека». Берегите себя. До свидания.